Добрый день, Олег Николаевич, снова с вами предлагаю поговорить о коронавирусе, о той ситуации, которая складывается в Саратовской области с этим заболеванием. Вот если мы посмотрим на статистику, то коронавирус стал молодеть, значительно больше стало болеть детей, 1 сентября уже не за горами, начнется новый учебный год. Пожалуйста, поясните ситуацию с вакцинацией подростков, нужно или нет их вакцинировать. То, что вы правильно заметили, что в настоящее время новый штамм, который мы циркулируем по Саратовской области, это Дельта, по данным микроорганизма, вот этот вирус, он также не щадит детское население. Мы имеем увеличение кратности детей, которые, в частности, заболевают. В последнее время их от 30 до 40 регистрируются в день. Вчера вот было 60, в которых положительный ПЦР. В основное, конечно, слава Богу, это нас радует, основное количество детей проходит легко. Это заболевание, гриппозная форма. Но в настоящее время около 30 детей нуждаются в стационарном леджении, и они находятся у нас в клинике. А 4 буквально ребенка находятся под... непосредственно не могут обходиться без кислорода на кислородной вентиляции. Если говорить о худшем, как бы, то прошлый год мы можем о абсолютных цифрах говорить, потому что это не так много. 4 ребенка у нас скончалось от этой инфекции. Но из них трое было с очень крайне тяжелой патологией. На развитии границей неврологической. Врожденной неврологической патологии. И в первую очередь, как мы говорим, что этот вирус поражает те организмы, которые имеют сопутствующие заболевания. В этом году у нас имеется всего одна смерть, ну, тоже детская, вот, аминад коронавирусной инфекции. Вакцины еще нет. Детская, она еще не имеет оборота. Она еще не выпущена. И, соответственно, никакого сейчас вопроса о детской вакцинации, каковой, подростковой, в первую очередь, не стоит. Самое главное то, что сейчас мы будем применять и требовать к применению, это противоперимические мероприятия. Это мероприятия в школах 1 сентября. Это все те же вещи, которые мы с вами уже за два года выучили наизусть, но иногда забываем их повторять. Это маски, это мытье рук, это дистанция, вот, это выявление при температуре первые заболевшего или заболевающего ребенка и его изоляции непосредственно в доме или в стационаре, если это таковое требуется. Повторюсь, потому что в прошлый раз очень ярко прореагировала общественность, то все будет проходить под контролем родителей, однозначно. Если говорить о школах, все ли они оснащены медперсоналом? Да, это очень такой ответственный момент. В настоящее время, конечно, есть недокомплектация. 88% это обеспеченность непосредственно врачебным персоналом по нормативам, которые у нас существуют. Каждая поликлиника закрепляется за школой, которая близлежащая. И где-то около 89% средним медицинскими работниками. Значит, поставлена задача к 1 сентября однозначно, 100% на комплектацию любыми силами, средствами, как бы нам тяжело это ни было. Потому что дети должны быть защищены в первую очередь от этой инфекции. Ну, с детьми, с их вакцинацией понятно, пока вопрос открыт. Как быть с работниками образовательных учреждений, прежде всего, наверное, педагогами? Какой процент среди них прошел вакцинацию от коронавируса? Здесь мы все понимаем, что педагог это как раз человек, который и сам подвергается наибольшему риску, потому что дети являются, как я сказал бы, симптомными, могут проходить много, и они в большой скучности находятся. Как и в последующем, при заболевании, сам может являться распространителем этой инфекции. Поэтому, еще раз обращаясь к педагогическому составу, мы считаем, что при отсутствии медпоказаний, соответственно, конечно, вакцинация должна достичь 100% от всех, кто работает. Это прям вот такая догма 100%. Не плана, не от плана цифра, а именно 100%. В настоящий момент мы имеем цифру 49% от контингента и обуславливаем все-таки ее летними отпусками. Вот сейчас учителя начнут выходить, мы, конечно, будем работать, объяснять, говорить все, призывать. Вакцины все в наличии, в наличии все три вакцины, которые мы имеем, то есть для них мы будем выезжать непосредственно в школы с врачами, устроить медосвор, не надо ни в очередях, ни в поликлинику ходить. Все будет на местах, если таковое они пожелают. Ну, хотелось бы пояснить, 49% это не только педагоги, но и все сотрудники. Да, это имеется в виду все работники, которые работают в системе образования, в том числе, это и социальная там, и так далее, и так далее. Если в целом про жителей региона говорить, какой процент сегодня уже сделали вакцины себе? В настоящее время мы получили 769 824 дозы вакцины уже пришло на территорию Саратовской области. На сегодняшний момент мы привели 617 102 человека. Это на утро данные, оперативные данные на утро. То есть за вчерашний день мы привели 3903 человека. Это по данным, которые я беру непосредственно с компьютера, где введенные данные. Может быть, это и больше было, но еще не успели ввести, но вот сейчас эти цифры соответствуют истинной действительности. Легко посчитать, что мы имеем фактически 150 почти тысяч доз свободной вакцины. И данная цифра у нас составляет 51-52 процента. Это я, по-моему, тебе говорю, 52 процента от прививки необходимого контингента. Необходимый контингент – это миллион 100 беззаболевших. А есть ли какая-то статистика по вакцинам? Что больше всего у нас колет? Спутник, КВИВАК, КПВАК, КОРОНА? Здесь, конечно, мы все три вакцины, все четыре даже вакцины, на сегодняшний момент еще... Но это Лайт, который... Да, Спутник Лайт, мы ее считаем отдельно все-таки тоже. Все востребованы. Ну, соответственно, поступает Спутник, когда его производство налажено в большем количестве, больше, соответственно, его больше и КОРОНА. Но, я хочу сказать, эта и вакцина продемонстрировала себя как наиболее устойчивая и наиболее востребованная к штамму Дельта коронавируса. Я вижу и наблюдаю, это как врач, как администратор, министр, что данная вакцина наиболее защищает в большем процентном составе, чем другие вакцины. Но по-другим я не могу жестко давать каких-то выводов, потому что у вас не так много все-таки их прошло, как Спутник. Когда Саратовская область может достигнуть так называемого коллективного иммунитета? Есть какие-то прогнозы у вас? В связи с тем, что да, в отличие от территории, как вот любят приводить Израиль и другие страны, которые уколовались, типа там у них опять пошла инфекция и так далее, у них эти вакцины не так сильно защищают, как наш Спутник, от Шатуштам. Поэтому, ну я не буду говорить слово коллективный иммунитет, это такая вещь более сложная, но вот так, чтобы остановить инфекцию, остановить ее передачу друг от друга, с двумя факторами обязательно, это противопеземенческие мероприятия и вакцинация, их нельзя разрывать друг от друга, то когда мы перейдем черту в 60% от взрослого и необходимого населения, и когда мы привьем на 100%, приближаясь к 100% населения 60+, тех, кто старше 60 лет, потому что это наиболее уязвимый контингент, это тот контингент, который наиболее часто попадает в нам в стационары, и когда мы реально при всем желании не можем оказать эту помощь, особенно учитывая позднюю госпитализацию этих пациентов, то тогда, возможно, и остановится вот эта массовая передача, и мы сумеем свернуть вот так вот и отследить каждый очаг. Ну, хоть какие-то примерные сроки можно назвать? Мы сейчас находимся на устойчивой плате, мы количество поступающих, количество уписывающих приблизительно одного, но оно велико, за ночь скоро имеет до 1000 вызовов, да, мы кладем до 200 человек, да, из них там почти 150 с пневмониями и почти 100 там с лишним подтвержденным первичным коронавирусом. Я думаю, что, учитывая то, что вот это вот состояние длится уже стабильно где-то 2 недели, и по опыту прошлого, ну, думаю, что если не учитывать возможный всплеск сентября, о чем мы с вами ранее говорили, то к сентябрю мы должны вот через неделю потихонечку начать снижение, если население все-таки будет прививаться и придерживаться этих мероприятий. Если будет, вот по разным оценкам, примерно треть населения в России это так называемые антиваксеры, противники вакцинации. Удивительно, но значительная часть этих людей и среди медиков встречается. Почему так много, на ваш взгляд? Вы знаете, я долго над этим думал, делая определенные выводы свои, я привился, привил своих родителей, привил своих родственников, потому что непосредственно вижу то, что происходит, и имею контакт. В основном не прививаются или говорят те врачи, все у своих старых каких-то убеждений, которые не имели непосредственно и не видят непосредственно картину развития данной болезни, и то, что происходит непосредственно в стационарах, которых принимают, так они закрыты, ну, как бы, город, как бы, очень многие говорят, да какая инфекция, они просто не верят даже в то, что она существует, говорят, ее придумали, вы что там делаете, вы что нам в голову морочите, нет ее. Но мы не можем каждый раз повторять, давайте возьму за руку, вам покажу, что это за койки. Никогда в Саратской области и на территории России не было развернут такой койк для пневмонии. Это не та пневмония, это другая, это вирусная пневмония. Никогда такого количества не было людей с поражениями легких, да, и, соответственно, самый негативный результат, который мы имеем, это смерть, никогда такой вот именно от этой инфекции не было. Поэтому инфекция существует, она есть, на нее реально влияет вакцинация, потому что в стационарах вакцинированных в разы меньше, и заболевание проходит намного легче. Уж не говорю о летальных случаях. А летальные случаи встречаются вакцинированных в сто раз. Я недавно назвал цифру, которые умерли за два периода года всего-навсего от вакцинации. Но это не за один день. Так вот она соответствует почти суточной летальности тех, кто не вакцинирован. Но это за два года, за 600 дней. Умрело всего 13, как я сказал, 14 человек. И поэтому надо, может, просто логически любой разумный человек сделать этот вывод для себя. Мы не скрываем никаких несмертей, мы открыто говорим об этом, что происходит, как происходит, как нам пытаются эти нигилисты нас обвинить в том-то. Но я считаю, что губернатор сделал выбор на добровольную вакцинацию. Мы не принуждаем никого. Это очень важно, чтобы человек сам для себя сделал определенный выбор. И кто делает свой выбор, он защищает себя и тех, кто его не сделал. Это тоже надо понимать. Поступает лично вам, может быть, в министерство сообщение о том, что врачи где-то сознательно пациентов отговаривают от вакцинации. Ну и проводится ли разъяснительная работа с такими специалистами потом? Работу мы проводим буквально со всеми. Мы каждый раз и обновляем информацию, потому что по вирусу это новая информация. Она каждый день поступает. Поступает в специальных сообщениях от министерства. Причем по разным направлениям. Это и касаемо беременности, и касаемо реабилитации, и касаемо непосредственно заболевания, и касаемо лечения. Поэтому мы каждый раз, когда получаем новую информацию до всех врачей, через их руководство, административные органы, доводим и происходит обучение. Обучение каждый день. Поэтому те, что вы сказали, такие случаи, надо признать, есть. Но как-то локально наказывать или действовать, в этом случае мы не предпринимаем вот этих вот жестких каких-то мер. Да я не про жесткие, просто вот да, разговоры какие-то убеждения. Убеждение, показ, демонстрация того, что мы имеем, то информация, это самое значимое сейчас. Вот наш регион, к сожалению, не успел прославиться, но в кавычках, историей с торговлей липовыми сертификатами о вакцинации. А был ли этот случай единичным? Конечно, это не единичный случай. Мы имеем немного, но некоторую информацию про выходить на уровень, где это происходит. Это не в одной поликлинике было, это было уже в нескольких местах. Но я бы не сказал, что мы единственная территория России, и Москва, и Питер. Это зависит все-таки от совести того человека, от индивидуальных качеств, кому доверено право выдавать документы. Я считаю, что этот документ все равно, что фальшивомонечество. То же самое. Да, по сути, да. То есть вы даете человеку право обмануть другого. Вот это самое страшное. Обмануть и рискуя жизнью другого, а не только того, кому вы дали эту справку. Это должно жестко караться на местах. Это не ошибка, это не невнимательность, это даже не халатность. Я считаю, что это злонамеренный поступок, который не граничит на уровне того, что не быть врачом, не быть медработным. С другой стороны, это преступление. Я так и говорю, что он выходит за рамки морали, и здесь не воспитание нужно даже. Есть ли данные, сколько человек у нас официально получили медотвод? Как это должно оформляться документально? Медотводы бывают двух типов. Это постоянный и временный. Временный медотвод дается буквально на один неделю-две недели. Это на предмет заболевания. Если у вас острая вакцинация не делается тогда, когда человек заболел, имеет острый процесс какого-то того иного заболевания, в том числе, ему дается справка на то, что в это время не показана вакцинация. И постоянно, когда имеется конкретный стойкий аллергический компонент к элементам, которые применяются в вакцине. Но таких практик очень редко мало ограничено. Это может быть огромные системные заболевания, непосредственно онкологические заболевания в стадии определенных процессов. Это все давно описано, всем известно. Но я хочу сказать другое. В Саратовской области вакцинация добровольная. Эти медотводы не нужны. И даже там, где руководители перегибают палку, не допуская до работы, любой человек имеет право на свободу выбора при вакцинации. Но он должен твердо взвешивать, что руководитель имеет право также защитить свой коллектив и перевести на другое место и так далее. Потому что зайти, заразить, например, 150 работников в цеху, это тоже, как бы, своего рода определенное будет преступление. Вот в России сейчас преобладает штамм дельта. Насколько изменилось течение болезни и действительно стало больше тяжелых случаев? Да. Как бы это ни было тяжело нам воспринимать, это действительно правда и факт, то, что заболевание стало более жестче. Больше потребление кислорода требуется для человека, чтобы выйти. Это мы знаем даже просто по тоннам кислорода, который изменился. Например, вторая городская больница, если употребляла в прошлом году на такое же количество лиц 5 тонн в неделю, то сейчас доходит до 7-8 тонн кислорода, это жидкий кислород мы привозим, это говорит о расходе кислорода. Он стал молодеть. Если для нас было исключением лица 30-40 лет, то сейчас их в достаточном количестве. Ну, то, о чем в начале мы говорили. Молодеть, я имею в виду для взрослого населения в том числе. Мои дети, вторая категория, это дети, которые стали подвижны этому заболеванию. И возросло количество самых тяжелых случаев, которые требуют ИВЛ, уже постоянного подключения и так далее. Еще имеется легкая резистентность к лекарственным средствам. Мы тоже заметили врачи, что препараты, которые мы применяем, требуют больших дозировок, потому что вирус стал устойчивый к ним. Вот вы несколько раз сакцентировали внимание зрителей на том, что прививка должна быть добровольной. У нас действительно сейчас, ну, может быть, вот люди думают, нужно сейчас идти прививаться, не нужно, или подождать, когда сделают вакцину уже под дельту. Вот что бы вы этим людям сказали? Спутник, вакцина полностью прошла все испытания. Она прошла практически испытания, я считаю, в медицине. Дает свои результаты в хорошем варианте, потому что мои друзья, и знакомые, я уже говорю так даже, да, люди, которые благодарят, говорят, вот у меня сосед, там, мне очень тяжело прошло, а мы привились, слава богу, мы заболели, но не так, например, кто-то. Основная масса не заболевает. Если бы не эта вакцина, я не знаю, какой бы был здесь результат. Вот, поэтому я еще раз напомню, что сама вот еще, как бывает, я укололась и завтра заболела. Частая фраза. Зачем вы меня обманули, что вы со мной сделали? Человек заболевает не от вакцины, человек заболевает от вируса, который, не в зависимости от вакцины, проникает в ваш организм. Но вакцина – это такой инструмент, надо помнить, что она дает результат после того, когда ваш организм выработает защиту. Защищает не вакцина, вакцина провоцирует защиту, защищает свой организм. И вот эти вот антитела, которые вырабатываются в организм, они появляются, если вот брать, например, тот же спутник, на 45-й, 50-й, 60-й день от первой вакцинации, и на 15-й, 30-й, 20-й день от второй вакцинации. Вот я первый сказал, что там второй. Вот, и поэтому, пребываясь сейчас, мы строим планы, что мы как раз к сентябрю, к концу сентября будем иметь эту защиту. А в этот период надо беречься так же, даже в двойном размере, что как будто вы не вакцинированы. Вот это очень важно, что вакцина работает не сразу. Ну вот противники, кстати, еще очень любят говорить, мы не вакцинируемся, потому что вакцина экспериментальная. А можно ли сказать, что мы научились лечить коронавирус? Создается такое впечатление, что эти люди не боятся заболеть. Они все это говорят, до того пока не заболеют. Как только, не дай бог им здоровья всем, конечно, и всем нашим гражданам никогда не встречаться с этой болезнью. Но когда это происходит, все забывают о том, что они говорили, и начинается другое. Спасите, помогите, сделайте все возможное. А иногда, я никого не пугаю, врачи не могут сделать все возможное. Потому что бывает быстротечное течение этого заболевания, такое быстротекущее, что буквально за два дня легкое приходит в полную непригодность, и уже не представляет себе невозможно его даже восстановить. А эти два дня, это можно даже не попасть в больницу, не успеть. Поэтому против вируса лекарства действуют, но это очень выборочный и тяжелый процесс, подбор лекарственных препаратов на сегодняшний день. Самое лучшее, это не заражаться этим заболеванием, а еще лучше не заражаться и вакцинироваться. Вот мы все видим, если смотреть на статистику, то подросла смертность. И по России рекорды несколько дней устанавливались у нас в августе, и в Саратовской области тоже. С чем это связано? Вы говорите не про рекорды по количеству случаев. Да, по количеству случаев. А очень просто здесь говорить. Когда лежало полторы тысячи человек, было 10. Сейчас лежит три с половиной. Сколько должно быть? Она не возросла по отношению. Больше заболевших. Тяжело заболевших. И соответственно, выбор вакцины, я же повторюсь еще раз, она выбирает особенно ослабленных людей. Представляете, основной контингент это старше 60. Практически 100%, повторюсь и отвечу за свои слова, для тех, кто этому не верит, этому не верит никто, умирает невакцинированные. Вакцинированные единичные. И вообще, я бы сказал, исключительные случаи, когда имеется вторая патология, которая даже тяжело определить, кто привел к смерти. Та патология или само вирусное заболевание. Конечно, вирусное заболевание ослабевает организм, и та патология начинает на этом процветать. Такой, как сахарный диабет, это еще сосудистые заболевания, болезни крови. Системные заболевания. Поэтому вот этот рекорд, так называемый, это рекорд количества заболевших. Соответственно, количество заболевших поднимает и общую смертность. Это понятно. Очень хочется закончиться. Это очень хочется нам, чтобы мы занялись плановой медициной. Очень хочется прекратить очереди в поликлиниках. В четыре раза больше заболел. Основная жалоба сейчас от населения идет. Когда прекратится? Почему мы не можем попасть в врачу? Почему к нам не приходит врач? Почему мы вызываем, а он к нам не идет? Где-то есть, конечно, человеческий фактор несрабатывания. Мы стараемся реагировать, помогать и так далее. Но основной причиной – это количество заболевших. Количество врачей ведь не увеличилось. Он просто не может увеличиться. Нужно ли прививаться тем, кто уже переболел коронавирусом? И какой вообще срок должен пройти между выздоровлением и необходимостью пойти и снова сделать себе прививку? Лучший пример – это свой пример. Я болел коронавирусом. Довольно-таки относительно, я считаю, средне, тяжело. Но буквально, как и рекомендовано, через шесть месяцев я привился спутником двухкомпонентным. Учитывая мой вес, габариты, сопутствующие заболевания, я считаю, что это мне было крайне необходимо. Для всех же напомню, что сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, онкология, что-то было еще, что сердечно-сосудистые заболевания, перенесенные операции по тому или иному поводу, являются не противопоказанием, а как раз обосновывают крайнюю необходимость этой вакцинации. Мне приходилось встречать людей, которые говорят, нет, я прежде чем ревакцинироваться, пойду по мере антитела. Нужно это делать или это глупость? Ну, приблизительно как бы перед ревакцинацией свой рост определить. Если вам нужно, интересно, вы можете это сделать. Для врачей это не нужно. Есть четкая рекомендация. После болезни, это на шестой месяц, надо себе продлить защиту. Причем надо понимать, что после опять вакцинации вы будете иметь паузу. Некоторые говорят, у меня вот 3,2. Дождавшись двух или меньше, я говорю про условные цифры, вы пока вакцинируетесь, вы еще будете с двух, опуститесь до единички, а может даже до нуля, пока опять не пойдете вверх. Вот чтобы избежать этого провала, дается рекомендация. Вакцинируется на шестой месяц после заболевания. Запись на ревакцинацию такая же простая, как и на вакцинацию? Чем-то есть отличие? Такая же простая. Я не знаю, дана команда, будем ее контролировать, чтобы на местах она исполнилась. Разделить кабинеты с первичной вакцинацией и со вторичной, чтобы не было очередей. Потому что люди не могут стоять там в очереди, по 5 часов сдать, чтобы их ревакцинировать. То есть, понятно, да, приходят, потому что первая вакцинация, она требует более там отбора и так далее. Вторая, порой, должен быть отдельный кабинет. И поэтому это точно такая же процедура, она ничем не отличается. Вот по поводу каких-то документов о вакцинации, кому-то выдавали бумажную, скажем так, справочку о том, что человек прошел, кому-то, вот как у меня, там есть на портале госуслугов. Как должно быть на самом деле? Если необходимо выдать справку, больница, она дает, во-первых, сертификаты, там, журнал, движение, там, книжки, можно, больница любая выдать эту справку. Да он не будет иметь пиар-код, который постоянно требует. Потому что этот программный продукт, он обеспечен вот этими программами госуслуги, мы туда введены, люди же трудятся, вводят туда все эти данные, да, они туда уходят автоматически. Бывают сбои, надо обращаться непосредственно в свою поликлинику, чтобы это регулировать. Бывает иногда даже приходит другому человеку, это дело потому, что он на фамилии встречается, а машина работает исключительно по коду. Сейчас мы добавили же СНИЛС туда, паспортные данные, чтобы вот это вот различие было. Но кабинет там, если человек не знает, как войти в этот кабинет, ну, верюте, для этого существуют в центр информационной центры, да, туда подходите, там вам все объяснят, ведут и выдадут вам эту справку. Какую вакцину лучше для ревакцинации или значения не имеет? Ну, если они имеют право на жизнь, эти вакцины, то, значит, они могут быть любыми. Я бы... Рекомендации есть спутник лайт. Есть такая вакцина, специально прям как бы подработанная для ревакцинации, рекомендуется ей. Я же привелся, я же вам сказал, обычным двухкомпонентным спутником. Как-то мне база больше нравится такая, широкая. Ну, и в конце, мне зрители, наверное, не простят, как ваше здоровье, как ваша нога. Нога, как и у всех любых людей, которые подвергнут ногу, я думаю, что через 7 дней я не буду хромать. Вот и все. Спасибо большое, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Спасибо вам всем.